Спонсор сегодняшнего видео — комплекс серверов WoW Circle. Большой выбор игровых миров от версии 2.4.3, заканчивая версией 9.2.7, на которых играет более 45 тысяч игроков ежедневно. Периодические турниры с внушительным призовым фондом, в которых может принять участие любой игрок. Проект существует более 14 лет и не планирует заканчивать свою уникальную деятельность. Ссылка в описании. Если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Эфемерный скакун — хороший, влетающий маунт. Теперь и вы можете его получить за бесплатно. Я его покупал в мае 2015 года за 800 тысяч голды, а вам всего-то нужно несколько часиков посидеть на стриме. Рекомендую свой стрим, конечно же. Обсудим всё, глянем баги, что-то пофармим, быть может, вместе. В период с 26 августа по 19 сентября вы можете получить этого маунта. Также рекомендую вам с двух учёток это сделать, если вы, например, регнули себе новую. То есть пролутать скаку на старую учётную запись, на которую вы, возможно, рано или поздно вернётесь, а также и на новую. Хороший лайфхак, не правда ли? Я уверен в том, что вы, конечно же, этим воспользуетесь. Даты довольно-таки интересные, выбраны Близзаме, потому что 23 августа ранний доступ. То есть они думают, что люди и так зайдут на стримы. Ну, окей. 26-й полноценный релиз, и в честь полноценного релиза стартуют твич-дропсы. Ну, допустим, окей. Кончается 19 сентября, и кончается в тот момент, когда начинается самое интересное, а именно мифик рейды. И полноценно стартует сезон. То есть сезон он немножко разделён. Таблица касательно полного старта, там всё рассказано, расписано. Ну, даты выбраны настолько пассивные, чтобы хоть как-то привлечь людей к просмотру стримов. Ну, окей, хорошо, если компания Близзард решила так именно сделать, то пусть будет именно так, в период с 26 августа по 19 сентября. Смотрим стрим, кайфуем, наслаждаемся, вылутываем ТСГшного маунта. Да, ТСГшный маунт довольно-таки старый. Да, он не особо прорисованный, но всё же, это плюс один в коллекцию, это хороший, летающий, по крайней мере, маунт. Если глянем на текущий процент его наличия, то, допустим, вот у Спекрала 1.12, ну, Спекрала дорогущий маунт, всё это прекрасно понимаем. Эфемерный скакун 0.53. Скорее всего, процент его наличия повысится до такого же процента, как и у Дракона Скверны, около 34-35%. Как говорится, посмотрим ближе там к октябрю, когда обновятся абсолютно все данные. Получается как-то так, такая вот новость. И там ещё, если вы две сапки дарите на любом Twitch-канале, или может быть какой-то список там компания Blizzard подготовит, то вы получите код на питомца. Какой-то там нефритовый совёнок. Покажу его в правом верхнем углу. То есть, если есть желание, то подробно почитайте об этом. Статейку я, конечно же, оставлю, чтобы вы и даты все глянули абсолютно, и чтобы не потерялись. На этом всё. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. Продолжение следует...